здравствуйте утро в избушке началось как обычно разве только бонефаций нашел новое местечко для игр с висей да на дровах они еще резвиться не пробовали ну что ж каждый день что-то новенькое у меня поначалу все шло также по обыкновению подъем зарядка умывание но когда все эти процедуры были завершены я обыкновением еще во мраке при лампаде взялась за телефон по ватсапу увидела видео прислала мне младшая дочь мария снимала внука ростислава трехминутный ролик который поверг меня в изумление но это мягко сказано ребеночек читал причем читал текст который меня несколько обескураживаю я понимаю там курочка рябая где простенькие слова жили-были дед да баба была у них курочка рябая но нет чтобы вы думали он читал про танки это было где-то на пять строк абзац который он претерпел до конца причем ничуть не отвлекаясь я впервые услышал такое слово как трассе он речь шла о рычагах и о том как гусеницы танка могут пересекать пересеченную местность вот это да и я так сказать в некотором шоке ой ладно надо выходить из этого положения и порадоваться тому каким стал пейзаж у меня за окном возник курганчик из дровишек все начинается моя тренажерка это лишь первая часть того объема который мне предстоит переколоть возможно сегодня подведет еще одна тракторная телега а как приехала первая я сейчас покажу ух ты а мне дрова привезли планировал через неделю а привезли сегодня вот это номер так печка в порядке спасибо зарядки домовой на месте пойду посмотрю сережка поздороваюсь 100 лет не виделись во осинка приехала может там еще чего интересненькое эх давно не видались все теперь начнется мой месячник по пауэрлифтингу долбил его кидал его обожаю король дрова и вот они выгружаются сейчас лавина сойдет нет береза она конечно хорошо но это было в прошлом году горит здорово тепло много дает но на осине попадаются интересные наросты и для каких-либо дел по вырезанию она подходит куда лучше да скользко у нас нынче не подсказнулось бы сергей зайду за обломки забора на этом пустыре чувство лет наверное ничего не возникнет пока мои дрова никому не помешает и вот она сокровища сейчас рухнет водопадом так а там еще бережка есть замечательно хорошенькие чурбашки вики наверняка еще не перепадет для интерьера двора ух все пошла лавина да не слабый такой диаметр попадается ой я предвкушаю нет ну с такой зимой если будет еще одно потепление это потом уже дубасить колуном меся грязь а сейчас самое времечко конечно хотелось бы это все при солнышке при хорошей погоде но как бы то ни было козырное осталось ну и богу с ним тот самый диаметр который мне необходим замечательно о да на нашей дороге даже трактор в цепях буксует ну все совесть моя чиста расплатилась заранее ну а теперь буду ждать еще одну телегу так ах как же мне не терпится приступить но это явно не сегодня поскольку уже время под вечер пора возвращаться топить печку точнее продолжать топить ну вот теперь совсем не скучно будет а главное приобрести спортивную форму в преддверии весны до которой впрочем еще далеко но ей богу засиделся у печки пора доставать колун да вот такое счастье мне вчера привалило и колун я сегодня определенно достану и возможно сегодня приедет еще одна тележечка вот это будет замечательно заплатила заранее совесть моя чистая непременно сегодня попробую как это оно делается да за год навык несколько утрачен и надо постепенно входить в форму ох разудится плечо размахнется рука только надо будет сначала выяснить у Ники нужны ли ей чурбаки если да то отложить их заранее в стороночку чтобы не распустить напаление раньше времени ох толпа собралась под окнами ну как собралась так и разлетелась по любому сейчас выйду подсыпать корм всех бы распугала банифаций успел на хулиганится с Виськой которая не терпится выйти на улицу как всегда он на кровати она пыталась его достать стоя на задних лапах а сейчас он устроился рядом с будущим домовым уже более-менее оформляющимся и только что вылизывал лапки намывал гостей ждем-ждем очередной тележечки и надеюсь что сегодня все состоится ну елки-палки какая же оперативность лишь в среду завела со Славой из автолавки разговор относительно дров дело в том что Сергей наш тракторист его родственник и вот хотя все планировалось лишь через неделю я уже стала счастливой обладательницей запас топлива на будущий год Боня все давай оставайся а мы пошли однако дома Бонечка не усидел и ринулся на улицу за нами а я как только закончила все свои делишки таскалово насилово ринул с груди сокровищ ведь если сегодня вторую телегу привезут то кое-что смогут и засыпать а я хочу знать чем располагаю ну что эксперт я тут уже кое-что нашла так да и ты судя по всему Боня это репейник не надо о господи ну ладно из него это репи выдирать будет достаточно просто уже кое-что начинает обозначаться даром что припорошил снежок ну вот играющая древесинка осины березового комля пока не вижу ну вот это вот нет это осина вот это интересная старая береза с расщелиной может и тут что-то получится хожу и облизываюсь выискиваю а кроме того она считала что мне самой нужно пять больших чурбаков потому что кое-что во дворе приходится менять иногда оставляю вот такие вот желательно повыше большие спилы для того чтобы что-то ставить карьки на постамент те что стояли раньше уже давно пора расколоть и отправить в дровник ну а это еще послужит вот великолепные извивы древесины вот еще возможно это будет чаша ох ладно время покажет ну а сейчас бонифаций идем достаем колончик и начнем помалясь сначала тебе здесь надо полаять нет уж когда буду колоть я тебя точно в избушку отправлю вечно у тебя тенденция под руку залезть и можно не рассчитать то ли по тебе попасть то ли по ноге заехать а колончик у меня изрядный вот он родимый мой самый любимый спорт инвентарь в зимнюю пору кстати у него своя история это метровая штуковина которая весит где-то около четырех килограмм и обделана мною жизнью с тем чтобы не портилось древко он был подарен моему отчему Олегу Ивановичу еще в 2002 году когда сотрудники узнали что он обзавелся домом деревни то сделаем ему вот такой вот подарок гравировка сохранилась до сих пор ну что ж все время в руки беру Олегу Ивановичу вспоминаю его не стало в 2005 как и моего мужа но память осталась и я им пользуюсь ежегодно ну и сейчас настала пора достала по такому случаю свеженькие перчатки закупленные летом интересно хватит их на одну телегу или нет впрочем можно проверить ну а сейчас надо все-таки забежать перед тем как приступать к неке и полюбопытствовать сколько деревяшечек оставить на ее долю наверняка будут какие-то пожелания утренняя планерка за кофейком в славином доле как всегда прошла в теплой приятной обстановке но Ника решила сама посетить мою груду бревнушек потому что намерена выбрать то что ей необходимо вот интересно сколько ей необходимо ну что ж для савиного дола пеньков надо много и в качестве присад и как дизайн для сада огорода больше конечно в мире сада ну что ж пойду возьмусь подойдет сама захочет выберет надо будет только в стороночку откатить а может быть сразу и тема приедет заберет на квадрики ладно пора весь с недоумением обнюхала колон и отошла в сторонку да ей еще этой процедуры созерцать не приходилось эх не та погодка я люблю колоть при солнышке минусы так десять-пятнадцать градусов когда все вокруг покрыто крупными хлопьями ине и поют снегири впрочем поют они сейчас но кто его знает учитывая странности нынешней зимы может быть через некоторое время я уже буду втыкать колон промахиваясь мимо полена в сырую землю а это крайне неприятно я люблю колоть в мороз и все-таки надо приступать стараясь как можно больше растянуть удовольствие так это до легкого запотевания и продлить удовольствие насколько это будет возможным впрочем у меня редко подобные получается как-то все время перевыполняешь план ну что ж вперед начать и закончить будет эксперт по бревнам я все хочу хотеть не вредно надо мочь вот все которые вот с такими загогулинами я оставляю себе и мне еще надо пять вот такого приблизительно вот с тонкой корой с тонкой корой зеленый кора крысом древесина тебе вот этот вот наверное вот этот так два варианта или приезжает тема и все это сразу живое покатайте в сторону я с той стороны начала там катока береза кое-что уже появилось вот потому что если приедет сережка сегодня может быть завтра он все это засыпь да он сюда же все это выгрызть верхний верхний кати сначала они все покатятся мне вот эти два надо а как его достать тема 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 повредет и будет матом их катать ну так быстрее покатиться Ник не надо так ну ты не успеешь отскочить так угу вот смотри вот этот пошел ладно давай я тебе помогу определились как-то трогательно его обнимаешь ладно ну что штучек 10 я так полагаю что-то откатилось что-то определилось а остальное внутри нет ну надо же как это трогательно а я продолжаю ну сегодня где-нибудь еще минут сорок и достаточно для первого раза все-таки дозированная нагрузка меня прощает больше чем форсированная к тому же и снегу посыпалось бог знает что крупа какая-то влажная пора пора уже скоро дымовым заниматься процесс пошел но вот одна незадача бонифаций это я заточила в избушку чтобы не помогал зато тут постоянно колачивается веся она уже успела слазить на самую верхушку кургана и теперь следует то что лежит внизу эх висик шла б ты куда-нибудь а то ведь процесс то еще не завершен во всяком случае на сегодня хотя хотя можно было бы и закончить бог его знает как она там с молочной кислотой ну а раз весь успокоилась то я буду продолжать однако недолго поскольку время уже около двенадцати и надо пораньше затопить печь хотела сегодня душку принять да и домовой меня дожидается вместе со стамесками пора пора устраняться однако хорошо пошло эх еще бы поработало но увы надо уметь растягивать удовольствие ну а чем я буду заниматься последующие дни ах стараешься как можно меньше сделать за день а получается совершенно иначе не так всегда ну а вот это бонус трофея сегодняшнего дня постаралась как можно аккуратнее отколоть те кусочки древесины которые мне вероятно потребуются все они с небольшими наростами такими загогульными хитрыми и полагаю что из них может выйти что-нибудь интересное только сохнуть этой древесине еще цельный год до тех пор пока она не будет пригодна каким-либо поделкам ладно пусть пока лежит посмотрим сколько всего еще обнаружится в этой кучке и надеюсь что курганчик хоть на некоторую толику уменьшился но в ближайшее время станет опять же больше поскольку я жду вторую телегу и честно говоря с нетерпением а вот и радион нарисовался татенька что-то вы давненько не заказывали так отстань я соскучилась говорят скитался вместе с Аськой где-то валялся сегодня весь день девел но пришел засвидетельствовать ой пропащий пес вот где их интересно с Аськой носила по полям по лесам ты даже пропустил прогулку к бобром плотинам эх Ралечка вероятно всю ночь опять сегодня провел на улице как заиндевела шерстка глупая собака такая у тебя же кнура есть ладно можешь охранять дрова а мне пора в избушку Веська и пойдем домой что нет уж сегодня мы точно никуда больше не отправимся ай время позднее вот вернулись с улицы вся честная компания расположилась на мягких местах Веська на кресле Карька и Бонька на кроватке Каря там уже ярко заскорела спичка который тянет теплом ощущается приятная истома после телодвижения с колонном на улице ну я естественно взяла за вырезание ну вот мой арсенал самых мелких и средних стамесок сегодня предстоит уже заниматься мелкими деталями уже появились складочки на одежде и самое сложное сегодня я начну заниматься лицом домового кстати весьма своевременно мне подвернулась и соответствующая запись по аудиокнигам записки домового вот сижу слушаю вместе со мной естественные собаки наслаждаются произведением где-то посмеяться где-то задуматься хорошая вещь а за окном как всегда порхает стая птиц еще несколько раз предстоит выходить на улицу с тем чтобы насыпать корма но пока можно не торопиться и еще не включая свет задрав повыше шторы с тем чтобы было побольше работать над проектом впрочем каждый раз услышав какой-то шум за окнами и редко проезжают машины поскольку предстоят выходные я ожидаю трактора а вдруг действительно сегодня вторую телегу дров привезут это было бы здорово потому что сегодня я как-то явно переборщила старался растянуть удовольствие как можно на более долгое время но очень боюсь что если я продолжу подобными темпами моя тренажерка скоро закончится а хотелось бы растянуть как можно более на долгий срок да бенефаций да скоро можно опять вылезать на улицу гонять птичек но у нас пока творческий процесс и тихий час однако отдых собак был непродолжительным опять понеслись нести коровную службу разогнали птиц а я уже теперь включив свет погасил на тот момент пока отдыхала слушаю новую аудиокнигу опа электричество вырубили вот это номер ёлки-палки а мне оно сейчас было чертовски необходимо я уже начала работать при свете вырезая лицо домового сейчас самый сложный фрагмент это глаза ну что ж попытаться опа опять возник ребята давайте не будем так шутить ну ей богу не своевременно господа электрики я молюсь на свет оставьте его оставьте хотя бы на пару часов пусть даже я сегодня не приму душ но если его вырубят вот лицо хочу закончить глаза это самое сложное самое важное вот именно в данный момент я намерена приступить ну что ж желайте мне удачи а я желаю всем своим зрителям и приступаю к процессу пока еще электрического наличия так карина бегалась и жаждет ворваться в избушку ну давай ну ладно прощаюсь со всеми и продолжаю увидимся в следующий раз до свидания спасибо